В эфире телеканал РБК УФА региональный выпуск новостей в студии Максим Окунев. Здравствуйте. Башкортостане не станут кардинально менять стратегию развития региона в связи с пандемией коронавируса, снижением стоимости нефти и курса валют, курса рубля к валютам. На коллегии Минэкономразвития Республики власти определили пути развития с учетом спада экономики. Как заявил первый вице-премьер Андрей Назаров, прогнозируемый спад мировой экономики не дает оснований, чтобы не выполнить задачи, поставленные в указе главы региона Радия Хабирова и в программе деятельности правительства до 2024 года. Так, стратегия развития Башкортостана в ближайшие четыре года предусматривает рост валового регионального продукта до 2,5 триллионов рублей. Инвестиции до 650 миллиардов. Задача амбициозна, отметил Андрей Назаров, и работать будет сложно. Главное, не стоять на месте. Вот этот спад, который ожидается, он дает нам основания считать, что нам будет труднее, но не дает основания считать, что нам это можно не выполнить. Даже если один год, например, 20-й, с учетом вот этих новых сложностей, которые возникают, если мы один год только простоим, то получается, что у нас была рассчитана наша стратегия с вами рост на 10% ежегодно, рост экономики. Это в два раза выше, чем в среднем растут субъекты Российской Федерации. Но если мы 20-й год не будем двигаться вперед, получается, нам последующие годы придется двигаться еще быстрее, по 12-13% в год, что, естественно, становится еще сложнее. Поэтому и этот год, при всех его новых вызовах, он не дает нам основания оставаться на месте. Ну и, как отметил вице-премьер, стартовые позиции действительно ухудшились, поскольку все стратегии в конце 2019 года строились на том, что рост мировой экономики составит 3%, а доллар будет стоить 60 рублей. В связи с этим Андрей Назаров назвал правильным планирование и прогнозирование ключевых задач в Минэкономразвитии Республики. Это позволит всем участникам рынка иметь больше гарантий и просчитывать риски правильно. Объем льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Башкортостане в прошлом году составил более 13 миллиардов рублей. В 2018-м всего 158 миллионов. Такие цифры приводят специалисты регионального отделения Центробанка. Увеличился и спрос на кредиты среди населения. За год банки выдали их жителям республики на сумму более 300,5 миллиардов рублей. Рост почти 12% к 2018 году. Почти четверть выданных займов ипотечные. Аналитики отметили и процессы реструктуризации финансового сектора. Количество банков на республиканском рынке снизилось с 59 до 56. Всего на начало 2020 года в республике работает 858 подразделений кредитных организаций. Банковский сектор в частности развивался положительно. Имеется положительная динамика роста и кредитного портфеля, и объемов вкладов, и основных показателей деятельности кредитных организаций. При этом, что примечательно, это сопровождалось улучшением качества кредитного портфеля, уровень просроченной задолженности снижался. Нацбанки Башкортостана также обсудили план мероприятий по развитию финансового сектора республики до 2024 года. Планируется довести долю безналичных расчетов среди населения до 55%. Сейчас она составляет 30%. Согласно документу, через 4 года регион должен увеличить долю внебюджетных источников инвестиций в уставной капитал. В Башкортостане в 2020 году выделили рекордное количество квот на пересадку почек. 67. Это в полтора раза больше, чем в 2019. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики. В среднем размер одной квоты на трансплантацию почки в денежном эквиваленте 250 тысяч рублей. Операции финансируются из федерального и республиканского бюджета в 12,88% соответственно. В настоящий момент в очереди на пересадку органов в Башкортостане стоят 165 человек. Третьи из них должны прооперировать уже в этом году. Почему именно 60-70? У нас каждый год прибавляется пациентов на гемодиализе, где-то 67 человек. Чтобы переломить эту ситуацию, чтобы количество пациентов у нас не увеличилось на гемодиализе. И, соответственно, стало больше пациентов, которые могли вести обычный образ жизни. Всего пациентов более 1200 пациентов, которые находятся на лечении путем гемодиализе. Но стоит сказать, что всего с начала этого года врачи республиканской клинической больнице имени Куватова провели 12 операций по пересадке почки. Мне сделали операцию 1 марта. Сейчас самочувствие хорошее. Сперва, конечно, было немножко больно. Изменял, конечно, в лучшую сторону. Сейчас не надо ходить три раза в гемодиализ в неделю. Чувствую себя как свободный человек. Ну и для справки, первая операция по трансплантации почки в Башкортостане была сделана 24 года назад. С тех пор в республике проведено почти 500 таких процедур. Правительство Башкортостана окажет содействие в передаче земель лесного фонда горнолыжному комплексу Мраткина. О таких перспективах говорили на встрече первого вице-премьера правительства Андрея Назарова с инвесторами и руководством Белорецкого района. В конце прошлого года концепцию развития всесезонного семейного курорта Мраткина представила группа компаний «Садовое кольцо» из Московской области. Инвесторы намерены создать на территории горнолыжного центра один из крупнейших в России курортов с возможностью приема до 250 тысяч туристов в год. Объем частных инвестиций в проект ожидается на уровне 6 миллиардов рублей. Предполагается, что в Мраткина увеличат количество горнолыжных трасс, будут построены санаторный комплекс, гостиницы с концертными и конференц-залами, а также необходимая инфраструктура. Проект предполагает реализовать на основе государственно-частного партнерства в форме концессии. Однако часть территории уже отдана в аренду под автотром Белорецкой школе ДСА, в которой по наблюдениям инвесторов не используется. Андрей Назаров предложил рассмотреть пути решения проблемы на ближайших рабочих совещаниях. На совещании на следующей неделе вот этот вопрос надо по энергообеспечению сразу поднять, ну и вот все вопросы по участку, ну и дорожную карту нам, чтобы двигаться. Хорошо, Садовое кольцо можно не вызвать на следующей неделе на совещание, без них сядем, свои вопросы внутренние сначала решим, а потом уже Садовое кольцо пригласим, когда дорожная карта будет готова. Договорились? Ну и для информации, специализированный застройщик Садовое кольцо Уфа был зарегистрирован в июне 2019 года, уставной капитал компании 527 миллионов рублей. Ну и на этом наш выпуск подошел к концу, оставайтесь на телеканале РБК Уфа.